На контроле администрации остаются вопросы движения общественного транспорта, благоустройства города и начала нового отопительного сезона. Первыми подключили к отоплению объекты социальной сферы – детские сады и больницы города. Затем – жилой фонд. Директор комбината бытовых услуг рассказал о текущей работе ресурсно-снабжающего предприятия. На пятницу развернули всю систему теплоснабжения в городе. Сейчас у нас каждый источник выдает, кроме озера, теплоноситель с температурой 70 градусов, обратка, к сожалению, чуть-чуть завышена – 54-56, на озерке 62-50. Отопительный сезон в нашем городе стартовал неделю назад, но тепло пришло не ко всем потребителям. Из-за коммунальных долгов в Бердске остаются без отопления пять многоквартирных домов. На сегодняшний день у нас пять компаний, управляющих, не имеют актов паспортов готовности. Это МУК УЖКХ, УЖХ, ЖУСКС, СКС, Сибирский стандарт и Вербена. Все остальные мы паспорта готовности отдали. И, как я уже сказал, в семь объектах у нас не запущено тепло. Из них пять – это ТСЖ, это юридические лица. ТСЖ «Красный Сибирь» – 132, ТСЖ «Наш дом», ТСЖ «Родина», ТСЖ «Рогачевы» – 9, ТСЖ «Карл Маркса» – 20. Такое положение вещей возмутило руководство города. Глава потребовала директора комбината бытовых услуг решить вопрос погашения задолженностей другим способом и подключить потребителей к теплу. Отдел жилищно-коммунального хозяйства собирает информацию о проведении осенних осмотров многоквартирных домов на предмет готовности к зиме. Мы подтвержден график осмотров многоквартирных домов. В соответствии с этим графиком нами, сотрудниками отдела, проведен осмотр 94 домов. В 14 выявлено нарушение. Мы осмотры проводим на предмет готовности к зиме. Обращаем внимание на целостность оконного остекления, состояние дверей входных групп в подъездах, состояние тепловой изоляции, системы отопления, горячего-холодного водоснабжения в подвалах. Также смотрим отмостки на предмет наличия трещин, просадок по периметру. Собственники жилья могут ознакомиться с графиком осмотров на сайте администрации или непосредственно в отделе ЖКХ и принять активное участие в осеннем осмотре своего дома. Управляющие организации обяжут исправить нарушения, если они будут выявлены. В городе проводятся и мероприятия по благоустройству. Осуществляется подрезка из пил аварийных деревьев. Продолжается аварийный ремонт дорожного полотна и установка знаков. Контролируют состояние городских улиц сотрудники административно-технической инспекции. На прошедшение административно-технической инспекции рассмотрено и разрешено 18 обращений граждан организации. Кроме этого, рассмотрено 14 материалов с признаками административных правонарушений, из них по 12 составлены протоколы. Выдано 16 уведомлений, касающихся необходимости уборки территории частых домовладений по улицам Красноармейской, Красно-Сибирио-Островского. Восемь объектов, нуждающихся в восстановлении благоустройства, остаются на контроле в АТИ. В городском парке культуры закончились работы по возведению спортивной площадки. Официально открытие объекта состоялось в преддверии дня города. Однако тогда площадку еще ожидали изменения. Теперь здесь появились разнообразные уличные тренажеры, урны и креативные плакаты, призывающие соблюдать чистоту. Продолжение следует...